МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нас пришли поздравить в лаборатории занимательной науки, которая предлагает вашему вниманию поучаствовать вместе в таком научном шоу, которое называется «Пять естественных наук к пятилетию детского университета». Ну что ж, сегодня я буду вам показывать удивительные эксперименты. Программа, которую вы сегодня увидите, называется «Пять наук». Обо всех их мы, конечно же, поговорим. Некоторых буду приглашать сюда, немножко поучаствовать, только воспитанных мальчиков и девочек, которые не вскакивают с места, потому что в лаборатории вот такие вот ребятам делать нечего. Там ребята всегда работают спокойно и воспитаны. И всегда про это помните в любом возрасте. Ну что ж, прежде чем начнем, давайте-ка сыграем в игру. Игра очень простая. У меня есть стаканчик, в него наполню я воды. Три стаканчика перед вами. Будем играть в угадайчику, где вода. Готовы? Да! Ну, я опытный шулер, буду вас мудрить и путать. Где? Ну, видимо, не такой опытный. Ладно, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Сейчас, сейчас дать еще попыточку одну. Колдуй, баба, колдуй, дед. Где? Где? Ладно, третья попытка. И... Колдуй, баба, колдуй, дед. Где? Ватка? Вода застыла, вода застыла. Итак, действительно, вода превратилась вот в это. Что это такое? Вода! Кто? Снег. На самом деле, очень похоже на снег. Но если вот ты иди сюда. Она потрогает и скажет. Снег? Нет. Нет. Это не снег, дорогие друзья. Очень похоже на снег. Очень похоже на снег, но нет. На самом деле, в один из стаканчиков я добавил суперабсорбент. Что такое абсорбент? Это то, что очень быстро впитывает в себя. Да? Абсорбенты бывают разные. Но вот данный суперабсорбент, где можно применить? Где нужно буквально за несколько секунд впитать в себя влагу. Памперсы, абсолютно верно. Я только что взял в руки памперсы. Вот они! Да, именно так они выглядят, друзья. Но на самом деле, если вы захотите дома попробовать эксперимент этот провести, возьмете где-нибудь памперс, начать его резать, что-нибудь высыпать оттуда. На самом деле, ничего не высыпется. Дело в том, что он уже впитан в ткань, суперабсорбент наш. Но вот на завод по производству памперсов он как раз приезжает в виде белого порошочка, который у меня был спрятан в одном из стаканчиков. Ну ладно, дорогие друзья, памперсы это дело на самом деле очень хорошее и полезное. Представляете, лет так 50 назад памперсов-то не было. И мамам вашим приходилось с утра до вечера руками стирать вот эти вот ваши пеленочки. Да. А тысячу лет назад и мыла не было. Представляете, как мамы это стирали? А? На самом деле, друзья мои, мыла не было. Но стирать нужно было. И люди думали, ну, водой, водой. Стирали водой, в какой-то момент начали использовать песок. Добавляли песок и замечали, что песок хорошо оттирает грязь. Но однажды заметили, что очень хорошо оттирает зола. Зола. Почему? Зола, да? Пепел. Что такое зола? Пепел. Да. При использовании пепла из золы вещь очень легко отстирывается. А что есть такого в золе? Дорогие друзья, это... О! Нет, 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 нет. О! Вот. Щелочь. В золе имеется щелочь, и она помогает отстирывать. Итак, у меня здесь тоже есть щелочь, друзья мои. Вещь эта довольно опасная. Существуют различные среды. Например, бывает среда щелочная, а бывает кислотная. Ну, а бывает, например, нейтральная среда. Щелочная, кислотная, нейтральная. Вот у меня щелочь. Это она сейчас у меня здесь в виде вот такого вот порошочка. Но очень часто в лабораториях, если вы будете когда-нибудь проводить эксперименты в университетах, вы встретите такое, что щелочь представлена в виде жидкости. И жидкости зачастую эти бывают прозрачные. И как понять, где у вас вода в колбе, где щелочь, а где? Где вода? Вода, щелочь, кислота. Где понять, если все три жидкости прозрачные? Вот вы пришли в лабораторию. Мучает жажда. Что? Что можно пить? Как понять? Понюхай. А если они не имеют запаха? Если ты глотнешь кислотой, что с тобой будет? Поверь мне, то же с вами будет, если вы глотнете щелочи. То же самое. Вам внутрь можно потреблять что-то нейтральное. Только нейтральное. Как понять? А если все прозрачное? И тут в помощь нам приходят индикаторы. Нужны пара добровольцев. Кто бы мне мог... Так, тихо, 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 тихо. Так, сейчас мы выберем, выберем добровольца. Так, давай ты. Быстренько. И на костыле пойдем. Так, ты поднимайся. Быстрее, давай, 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 давай. Бубоке там не бубукайте. Позвали, позвали. Итак, сегодня у нас очень много. Держи, друг мой. Как зовут тебя? Это от меня? Сверчки. Нет? Так. Ильхам. Ильхан. И еще одна подружка. Как зовут тебя? Арина. Ариночка. Сможете ли удержать? Так, держите крепко. Ну что, друзья, поехали. В помощь вам будут индикаторы. Они бывают различные. Вот у меня здесь бромметиловый. Давайте эти вам капнем. Потрясите, пожалуйста, покрутите колбу. Окрасим. Какой цвет? Такой ба. Даже не... Болотный такой, да? Да, держите. Болотного немножечко. Вам. Феноловый красный. Ага. Какой цвет? Красный. Итак. Ну а теперь начнем, друзья мои, немножечко химичить. И делать различные среды. Сейчас у меня здесь вода. Среда нейтральная. Но я, конечно, немножечко слукавил, когда сказал, что вы внутрь кислоты никакие щелочи не употребляете. Иногда употребляете. Любите пить газировку? Да. Хаш, конечно. Кто-то любит, кто-то нет. Но на самом деле это кислота. Итак, друзья мои, в моей лаборатории имеется вещество, которое поможет нам сделать немножечко газировки. Это... Нет, не азот. Сухой лед. Что такое сухой лед? Это лед. Сухой лед это лед. Нет, это не замороженный азот. Азот замерзает при температуре минус 196 градусов. И превращается он не в лед, а в жидкость. А здесь у меня, дорогие друзья, замороженный... Углекислый газ. Замерзает всего-то навсего при температуре минус 79 градусов. Но все равно температура довольно опасная. Итак, опасная почему? Потому что даже от этой температуры можно получить ожог. Ну вы и так прекрасно это знаете. Еще раз вам наполнило. Итак, углекислый газ мы добавляем в нашу колбу. Среда какой станет? Щелочной, кислотной? Кислотной. Правильно. Легко уловить даже в названии. Углекислый газ. Да? Делают, наверное, что-то немножечко кислотное. Ну-ка, помешайте как следует. Давайте. Вот. Давайте, давайте, давайте. Меняйте, меняйте цвет. Так. Ого. Это вам. Давай. Давай, 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 давай. Ага, ага, ага. 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 Чвет немножечко изменился. Ну и даже не немножечко. Из нашего болотного мы получили... Желтый. Желтый. То есть если я добавлю, например, индикатора в кислоту, то она покрасится в желтый цвет. Здесь у меня цвет какой стал? Такой ярко-красный. Если даже мы доделаем, будет на самом деле не малиновый, а скорее даже оранжевый. Ну, видимо, бухнул я много туда. Теперь, да, друзья мои, держите, пожалуйста. Мы добавим туда немножечко... Ну, поменял, не страшно. Добавим туда немножечко щелочи. И даже небольшой... Сейчас она стала слабокислотная, на самом деле, среда. Ну, а щелочь у меня здесь очень-очень концентрированная. И поэтому сразу, как добавлю, среда сразу станет щелочной. Итак, готовы? Какой цвет станет? Зеленый. Зеленый, синий, белый. Давай добавим. Смешивай. Чёрный. И, честно говоря, вот здесь по оттенкам видно, что он тёмно-тёмно-малиновый такой. Цвет марганцовки. Цвет марганцовки. Хорошо. Так, тебе добавим. Смешивай. И... 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 Синий. Добавив индикатор в щелочь, когда вы увидите синий цвет, вы поймёте. Ага, щелочь пить нельзя. Аплодисменты моим помощникам. Присаживайтесь, пожалуйста. Всё, пойдём. Ну, на самом деле, если у вас дома нет подобных индикаторов, то не страшно. Дома похимичить тоже можно. Например, найти крахмал. Ещё нужно двух ребяток быстренько нам сюда. Сейчас, сейчас, сейчас я найду. Сейчас, 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 сейчас. Так, давайте кого-нибудь сюда. Так, так, давайте одну девочку нам. И одного... Ну, раз ты выпрыгнула, давай на сцену. Давай, и ты. Всё. Всё. Итак, дорогие друзья, дома можно провести эксперимент с индикаторами. В качестве индикатора можно использовать обычный йод. Ну, аэроколенки каждый разбивал, да? Мазали, наверное, йодом, да? Йодом, наверное. Да, нет. Так. Так, держите, пожалуйста, это вам. Немножечко йода. Ну и, дорогие друзья, дома можно поискать в разных продуктах крахмал. Знаете, что такое крахмал? Ну, знаете, да? Это порошок, обычно из картофеля. Что его? Дома с ним, вот с крахмалом, можно провести тоже интересный эксперимент. Можно приготовить неньютоновскую жидкость. Знаете, что такое, да? Смешаем воду. Но для начала крахмал нам нужно отыскать. Для этого мы используем йод. Ну, а в этот стаканчик мы добавим как раз немножечко крахмала. И все, это дело благополучно перемешаем. Итак, у нас в наличии имеются две жидкости. Одна жидкость какого цвета? Покажите. Желтенькая. А вторая? Белая. Как вы думаете, если смешать желтый и белый, какой цвет получится? Светло-желтый. Бежевый, да? Ну что ж, где-то светло-желтый, бежевый. Итак, давайте проверим барабанную дробь по коленочкам. У вас есть носики здесь. Поверните. И нужно налить в колбу. А, да. Угу. Так, давай-давай-давай вместе с ним. Наливай-наливай-наливай-наливай-наливай-наливай-наливай. И... Это что, светло-желтый? Может быть, на бежевый похоже? Тёмно-фиолетовый. Такой чёрный цвет. Всё дело в том, что йод является индикатором. И если в продукте имеется йод, крахмал, и туда добавить немножечко йода, то этот продукт окрасится немножечко в синий цвет. Ну, в данном случае у нас совсем тёмно-фиолетовый получился. Можете дома попробовать отыскать крахмал. В банане, в хлебе, в... Ну, картошки, конечно, картошки тоже можно. Продукты, которые есть у вас дома. Конечно, в присутствии взрослых, чтобы они вам дали. То есть вот начнёте всё мешать, дома салатов наготовить страшных каких-нибудь. Аплодисменты моим помощникам. Присаживайтесь, друзья. Дорогие друзья, мы сейчас раскрыли первую тему. Это химия. Химия – прекрасная наука. Но, но-но-но, когда мы смешиваем различные вещества, мы не обязательно можем наблюдать их... Обязательно выберут. ...их какие-то химические свойства. Можно при смешивании жидкостей наблюдать законы физики. И сейчас, ну так уж повелось, мне опять нужны помощники. Так, сейчас есть, есть, есть два... Так, давайте два помощника, давай. Чика, ты так? Тихо-тихо, сидите, 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 сидите. Кто поскакил со своих мест красиво, распитно, подняли руку. Выберу, вот и ты, пойдём. Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Ага, пойдём. Меня, меня. Подождите, пока. Ну давай. Наконец-то. Давай. Наконец-то вы здесь. Так, поехали. Будем немножечко химичить. Точнее, физичить. Потому что... Так, сюда ко мне подходите. Вот сюда. Ко мне сюда с утра выстраивайтесь. Стрителям лицом не любят они, когда к ним стоят другими частями тела. Так. Держи, это тебе. И это держи. Подальше туда. Тебе. Ну, конечно, перебор мы этих мальчишек возьмём для другого эксперимента. Вас двоих. Попозже немножко. Так, это тебе. Ну что мы ещё можем дать? Ну, давай вот это вот тебе дать. Да. Итак, физика в химии. При смешивании жидкости, дорогие друзья, мы будем раскрывать науку физику. Друг мой, как зовут тебя? Арсен. Арсен, что у тебя в руках? Зелёный краситель. Зелёный краситель. Откройте, пожалуйста, Арсен. Жижа, говорят. Тут очень так вот. Жижа какая-то. На самом деле это мыло. Это друг мой. Добавьте, пожалуйста, мне в колбу мыло. Яблочное, яблочное. Стоп. Стоп, всё. Мыло. Зелёный. Отлично. Так, у меня есть немножко красителей. Давай-ка мы тебе бабахнем туда в воду. Воду с мылом когда-нибудь смешивали? Да. А сегодня? Сегодня умывали, что ли? Нет, грязные пришли. Ну ладно, ясно. И так. Пожалуйста, по стеночке. Что будет сейчас? Взрыв. Мыло с водой смешали, будет взрыв, да. И этот человек говорит, что она умывается. Тихо только, медленно. Не знаю. Ну, пусть какие-то шансы не вскоре. А-а-а. Башмаки, башмаки мои. А-а-а. Не платим, я не на мой доспал. Ладно. Растворилось? Да. Мыло снизу, вода сверху растворилась. Маслица можно немножечко? А то у вас в руках. Да. Угу. Добавьте, пожалуйста, мне. Я знаю, что это в водоблоке. А-а-а. А, я знаю, там... А-а-а. Оставьте. Если получится пена. А-а-а. А-а-а. Я знаю пенка. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Но вы не нюхайте, там спирт. Да, это... Открывайте, пожалуйста, открывайте. Спирт мы... Что, красить будем, не будем? Ну, давай-ка так вот сначала добавим. Я думаю, что ему и так будет видно. Угу. О, о, о. А-а-а. Вот он, наш спирт. Видно его сверху? Да. Итак, дорогие друзья. Мыло, вода, масло, спирт. Этакий коктейльчик получился. Да. Но пить мы такое не будем ни в коем случае, друзья. И так, как и в химии, мы смешивали жидкости, но наблюдали физические законы. Почему не смешались? Вопрос для юных гениев. Что тяжелее? Килограмм ваты или килограмм гвоздей? А-а-а. Одинаково. Но очень многие, очень многие, почему-то, даже взрослые иногда, поверьте, можете проверять. Да. А-а-а. Говорят, что гвозди-то тяжелее, наверное. Да-да. Да. Но почему им кажется, что гвозди могут быть тяжелее? Ведь там и там один килограмм. Просто у них разный объем. Гвозди наши, они плотные. И один килограмм гвоздей занимает мало места. Волта наша воздушная. И один килограмм, это очень много. Вот хорошо. Да. Итак, дорогие друзья. И тут мы подобрались к понятию такому, как плотность. Жидкости наши имеют разную плотность. И поэтому, какая жидкость снизу? Самая плотная или самая? Самая плотная. Не самая тяжелая, а самая? Плотная. Плотная. Находится внизу. Так. Металлическая. Металлическая штучка. Пам, пам, пам. Оказалась на дне. Почему? Почему? Самая большая плотность. Металл в данном случае. Возьмем-ка, менеджер, крышечку какую-нибудь. Вот от йода. Потом отковыряйте. Потом отковыряем. Угу. Крышечка. Где останется? Да не останется. Да не останется. Да не останется. Да не останется. С ее маленькая форма. Все. Пу. Пу-пу. Пу-пу. Доведетесь. Ничего не доведетесь. Вон застряло. Все. Дальше никуда. Я попробую сейчас донизу. Не хочет. Не хочет. Где застряло? Вон я хочу. Давай вниз. 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 Ничего не хочет. Где застряло? Масло. Застряло на уровне масла. Скажите, пожалуйста, что плотнее, вода или крышка пластмассовая? Крышка. Крышка плотнее? Вода, потому что она плавает сверху. Что плотнее, масло или крышка? Крышка. Масло. Крышка плотнее, потому что... Где она? В самом низу масло находится. Давайте поаплодируем моим помощникам. Спасибо большое. Итак, пойдемте. И так, немножечко физических законов, и мы разобрались с физикой. И надеюсь, вы теперь знаете более подробно, что такое плотность. Так, вас просил оставить. Ага. Ну что? Готовы, 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 готовы? Ага, ага, ага. Сейчас, 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 сейчас. На. Два гения юных. Так, как зовут тебя? Арсений. Арсений сюда. Как зовут тебя? Илья туда. Два шага назад. Два шага назад. Какая длиннее? Мне как раз длиннее. Зеленая длиннее. Какая, говоришь? Какая длиннее? Какая, какая? А-а-а, красная, зеленая. Но почему нашим героям сначала показалось, что одна длиннее другой? Потому что одна сторона длиннее другой. Иллюзия, обман. Ваши глаза вас обманывают. И мы переходим к науке биологии. Итак, почему нам кажется, что сначала длиннее одна, а потом длиннее другая? Это дуга, друзья мои. И верхняя часть длиннее, чем нижняя. И когда вы нижнюю, короткую прикладываете к верхней длинной, то кажется, что то, что снизу, длиннее. Но на самом деле это не так. Вас могут обмануть не только глаза. Вас могут обмануть и ваши уши. Итак, у нас два героя есть. Можно к ним одну девочку какую-нибудь? Так, все, готово. Держи. Держи. Ребят, единственное, для чистоты эксперимента я попрошу вас спуститься вниз. Вот туда. Спуститесь, пожалуйста. И вы туда. Как зовут тебя? Анечка. Анечка, у тебя как? Хорошо со слухом? Нет? Хорошо. Ты нас слышишь прекрасно. Отлично. Ребятушки, вы здесь? О, и убежали. Вот в проходы встаньте, чтобы вас было видно. Да. Анечка, пожалуйста, ко мне. Смотри на меня, Ань. Это в проходы вон туда, вон туда, вон туда. Парни, у вас в руках свистульки. Можете свистнуть? Громче. Еще. 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 Как-то раз зацвистите вы. Нет, вот так. И все. Все. Во, во, во. Там, запомни это. И ты тоже. И все. Так, Анечка, руку подними. Любую. Анечка, сейчас мальчишки наши будут свистеть. А ты просто говори, с какой стороны свистят. Все. Просто, вообще проще простого. Итак, просто руку показывай туда-сюда. Я на вас буду показывать, вы по разу посвистите. Давайте. Анечка, не смотрите только. Аплодисменты, друзья мои. Молодец, умница. Куда побежала? Куда побежала? Эксперимент не закончил. Мы просто проверяли, хорошо ты нас слышишь или нет. Повернись к нам лицо. Зрителям. Заткни ухо одно, пожалуйста. Заткни как следует, чтобы не слышать ничего им. Угу. Плотненько заткнула. То же самое, Ань. Нужно поднимать руку. Парни громко свистим, когда на вас показываю. Резко. А так может быть каждый из вас, друзья мои. Анечка, спасибо большое. Поаплодируйте, пожалуйста. Ань, на самом деле ты не всегда была права. То есть каждый раз. И у тебя возникли уже сомнения. Да? То есть как это? Когда? Откуда раздается этот звук? Анечка, присядь. Мы сейчас с ребятами попробуем. Закрыли глаза все и одно ухо. Закрыли глаза и одно ухо. А вторую руку подняли кверху. Сейчас наши мальчики будут по очереди дуть. А вы будете показывать, откуда звук. Мальчики, давайте. Стоп, не одновременно, подождите. Рук подняли кверху. Все. Аплодисменты, дорогие друзья. Было это так. Да нет, не бывает правильно. На самом деле, каждый раз вы играли в угадайку. Вы не можете определить, откуда идет звук, если у вас работает всего одно ухо. Так устроен ваш мозг. А, поаплодируйте за прекрасную игру на флейтах наших героев. Можете присаживаться. Так устроен ваш мозг. Когда вы что-то слышите, информация залетает в оба уха. И обрабатывается там, и вы определяете направление. Но когда одно ухо заткнуто, вы не можете определить, откуда идет звук. Потому что он залетает в одно ухо. И это сделать совершенно невозможно. Вас, ваши уши могут обмануть. И это биология. Нос. Ну, не знаю, если, может быть, я Доктор Хаус смотрел, там вроде что-то такое было. Итак, идем дальше. Друзья мои, переходим к следующей науке. Спокойно, спокойно, спокойно. Нет. Это астрономия. Честно говоря, я, мы сегодня, я честно не знал, что у нас будет такая большая аудитория. У нас, у меня еще время же, да, меня не вгонит, все нормально. Я, честно говоря, не знал, что у нас такая большая аудитория будет. Обычно там чуть-чуть поменьше. И как бы вот, и эксперимент, который я для вас приготовил, на самом деле, он такой немножечко, ну, не знаю, вы его рассмотрите или нет. Но я честно постараюсь, чтобы вы все прекрасно увидели. Итак, для него мне потребуется холодная вода. Ну, тут, опять же, в помощь мне сухой лед. Взрывы вы, конечно, все любите. О-о-о, взрывы, да-да-да. Итак, а знаете ли вы, что такое вообще взрыв? Что? Что такое взрыв? Взрыв – это резкое расширение, да? Взрыв – это резкое... Нет-нет, все нормально. Это резкое расширение. А знаете, что бывает – взрыв наоборот. Что такое взрыв наоборот? Это резкое схлопывание, сжатие. Да, я не знаю, видел однажды в интернете ролик, когда огромная цистерна такая вот, которая что-то перевозит, да? Нет, ну, просто огромная цистерна, железнодорожная вот такая, она резко в себя вот так вот сжалась. Да? Ну, не знаю, кто-то видел, кто-то нет. Это вот очень было красиво, на меня произвело очень большое впечатление. Я решил, а давай-ка я тоже что-нибудь такое. Ну, у меня цистерны нету, зато я люблю пить газировку. Поэтому я решил, а давайте я схлопну газировку. Это называется имплозия. Итак, я в эту газировку, я уж ее выпил, вы простите, налью немножечко воды. Че, расстроились, что в газировку выпил, что ли? Порадовались после меня. О, все, все другое дело. Итак, и я нашу баночку сейчас буду нагревать. Для этого мне потребуется сухое топливо. Хорошо, что оно у меня есть. Так, сухое топливо, мы его быстренько подожжем сейчас. Зачем использовать сухое топливо, знаете где? Вообще его, да, часто я его именно беру в магазинах для походов. Давайте так вот разжечь, например, костер может помочь. Баночки-тушеночки на ней подогреть, когда неохота разводить костер. Вот. Так. Так, вода у меня, ох, даже корочка льда, отлично. Итак, моя баночка, я в нее наполнил немножечко воды. Сейчас я ее буду, ох, надеюсь, что получится. И я не опростоволошусь на глазах столь уважаемой публики. Итак, я ее сейчас буду нагревать. Что происходит? Что расширяется? Вода! Банка не расширяется. Вода! Ну, как бы, я... Внутри у меня находится жидкость. Она начинает нагреваться. Жидкость нагреется и начнет превращаться в пар. Скоро очень этот пар заполнит баночку. Когда баночка заполнена паром, ну, практически весь воздух оттуда так выгонится, да, и там будет очень много пара. Пар – это что такое? Это вода, молекулы воды, которые, так сказать, стали превратить в газообразное состояние. А мы все знаем, что когда молекулы в газообразном состоянии, они очень быстро бегают. Да? Да ничего не взорвется, шоу, не боись, народ. Итак, еще раз. Молекулы сейчас разогнались очень-очень быстро. А если мы эти молекулы резко охладим? М? Сожмутся. А если я баночку попытаюсь вверх ногами засунуть? А? Откуда? Я вот сейчас туда засуну нашу. Честно? Вот если я иногда не передержу, то она ничего не этого, не схлопывается. И мне тогда очень стыдно. Я поэтому держу побольше по максимуму. Ну, вроде кипит. Что, пробуем? Ух! Ну, надеюсь, получится. Барабанная дробь. Раз. Два. Три. А, так не получилось! Позорник. Не всегда все получается. Так. У меня там есть какие-нибудь помощники? Ну-ка, иди-ка сюда. Помощница моя. Нет, нет, вам не дам с огнем работать! Что вы тут раскричались? Я опозорился, поэтому ты сейчас будешь мне помогать, а я устрою заодно и взрыв. Тогда уж мы компенсируем. Так, всем сесть на свои места. Компенсируем их потратенное время. Сядьте все на свои места. Селим все. Все сядьте. Воды, значит, мы туда набрали. Всем сесть. Да. Ты ее сейчас держи над огнем. Да. Держи пока. Ну, для того, чтобы приготовить взрыв, так сказать, опять поможет щелочь. Помните та самая, про которую мы говорили? На место, сядь на место. Сели, сели, сели. Ну, замечательная щелочь у меня есть. Вот он. Вот она натрию аж. Так, вода, щелочь. Что бы мне еще туда потребовалось, а? Нет. Кислота и щелочь, это как бы две взаима... Что? Сода. Ха! Что в руках у меня? Фольга. Что такое фольга? Металл. Металлы бывают разные. Вот некоторые говорят, это железное, то железное, все железное. На самом деле, очень много раз я видел, как юные ребята путают понятие металл и железо. На самом деле, это металл. Металлы бывают разные. Один из разновидностей металла, это железо. Но такой же металл, золото. Точно такой же металл, серебро. Это все металлы. Разные металлы. Если когда-нибудь что-нибудь говорить такое, говорите металлическое. Это что-то металлическое. Вы же не знаете, что это конкретно за металл? Вдруг это медь. Какие еще знаете металлы? Ну вот. Увидели в руках у меня фольгу, и сразу кричат алюминий. Ну вы абсолютно правы. В данном случае у меня алюминий. Алюминий. Прекрасный, мягкий металл. Где можно встретить жизнь алюминий? В столовой ложке. В столовой ложке алюминиевой. И еще где? Тазики алюминиевые. Вот кто-то встречает. Так, как у нас там дела? Ну что, вроде кипит. Да, шарик-то надувается. И неспроста, дорогие друзья. Происходит реакция с выделением тепла. И с выделением взрывоопасного газа. И мы сразу поговорим с вами про астрономию. Газ этот. Это вещество, которого больше всего в Солнечной системе. Как я люблю говорить. Какого вещества больше всего в Солнечной системе? Водорода. Правильно. Самый первый в таблице Менделеева он располагается. Это водород. Так, ну у тебя тут вроде подходит к началу этот. Давай. Что, рискнем? Ладно, дубль два. Может прокатить. Есть, получилось, но совсем немножко и незаметно. Так, баночка наша чуть-чуть сжалась. Много воды налили. Сейчас все. Баночка чуть-чуть совсем сжалась. Увы, ах, не получилось. Вот как я и говорю. Сегодня луна в Стрельце, поэтому, по-моему... Да. Поэтому не все получается. Да. Итак... Ну ладно, тогда бабахнем немножечко водорода. Взрыв, наоборот, получился слабеньким, поэтому... Барабанная дробь по коленочкам. И... А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! А просто задушил пламя. Чем? Чем? Шариком задушил. Нам с вами для жизни нужен газ, кислород. И... Нам с вами нужен для жизни газ, кислород. И огню нужен для жизни газ, кислород. Но, если кислорода нет, то и нам жизни нет, и пламени жизни нет. В данном случае я использовал углекислый газ. Современные огнетушители работают пеной, углекислый газ. А-а-а-а-а-а! Задушили пламя. Все. Итак... Ну и еще одна наука, про которую мы сегодня поговорим. Пятая. Пятая. Пять наук же. Пять? Нет. Вот мы поговорим про геологию. Да. Про нашу с вами землю. Ну, мы все прекрасно знаем, что такое наша земля. Это кора земная. Там 10-40 километров, да, скорлупа яичная. Затем еще белочек, это мантия. И затем 3 километра... 3000 километров, простите. И еще 3000 километров, это... Желток, это ядро. Итак... Но иногда скорлупа ломается. И когда скорлупа ломается, что происходит? Иногда прорывается сквозь скорлупу лава. Мантия прорывается. И мы сейчас с вами устроим здесь настоящий вука. Вука. Ну, давайте еще одного добровольца. Все-таки интерактив. Так, давай-давай, все, вот, один. Все, остальные сидят. Так, раз вы немножко засиделись, пока здесь все готовится. Так, встали. Сели. Встали. Сели. Встали, сели. Встали, сели. Все, все готовы. Все. И мы с вами заодно. На. Ну что ж, дорогие друзья. Ты сейчас у меня запустишь вукан. Как зовут тебя? Глеб. Глеб. Да, держи. Поближе. Итак. Земная кора продавливается, да? То есть, ее продавливает мантия. В результате чего? Она, это самая мантия, магма, вырывается наружу. Да? И мы с вами можем лицезреть вукан. Скажите, а чем опасен вукан? Лавой. А чем так лава? Ну и что? И, дорогие друзья, я хочу сказать, что вы довольно сильно заблуждаетесь. Те, кто считает, что это лава. Честно? Нет, бывают сильные извержения вулканов. Но вы, даже вы, вполне состояние от этой лавы спастись. Если умеете бегать. Она скатывается. Но она скатывается очень медленно зачастую. Вот все последние вулканы, которые происходили извержения вулканов. Это скатывается спокойно. Вот от чего вы не убежите? Вот от чего вы не сможете убежать? Это от пепла. От того, с чего мы сегодня начали. Зола, пепел. То, что поднимается вверх на многие-многие километры и застилает все вокруг. А что такое зола? А что такое пепел? Это что? Пепел, это что такое? А щелочь можно употреблять внутрь? Нет. А если вы ей дышите? Друзья мои, вот эти мои опасные извержения вулкана. Оно отравляет воздух. Ну, последний день Попеи, надеюсь, знаете, что такое, да? То есть от пепла этого не убежать. Вы сможете сбежать от лавы. Вы умеете бегать. Вы сядете на машину и уедете. Но вот пепел. Так, давай-ка сейчас. У нас есть бумажное что-нибудь, чтобы им видно было? Ага, ну ладно, вот эту штучку. Давай. Верхушечку поджигай. Сейчас по... Ну, это не пусть там не бабахнет ничего. Мы используем дихромат аммония. Для демонстрации. Маленькая гора... Маленькая гора... Маленькая гора начинает извержение. Совсем не большая. Но начинает она вверх выбрасывать пепел. Видно его? На многие-многие километры вверх. Видно? И этот пепел застилает все. Он отравляет воздух. Здесь не могут летать самолеты. Здесь не могут летать самолеты. Почему? Двигатель попадет, в двигатель попадет пепел. Здесь все покрывается пеплом. Все вокруг. Если на машине вы как-то еще уедете, то вот этим воздухом вы дышать будете. И этот воздух очень-очень опасен. Ну что ж, дорогие друзья, поаплатируйте в первую очередь моему помощнику. А во-вторых, что хочется сказать? Увы и ах, но сегодня тема пяти наук благополучно раскрыта. Раскрыта. Итак, поаплатируйте еще немножко. Вспомним все эти науки. Первая. Химия и индикаторы. Вторая. Физика. Мы узнали что-то про плотность. Третья. Биология. Мы узнали, что у нас организм нас может обмануть. Четвертая. Астрономия. Ну, по крайней мере, мы знаем, что такое Солнце. Мы ему очень рады, но и знаем, с чего она состоит. И пятая наука. Геология. Это та наука, которая изучает ту планету, на которой мы с вами живем. Надеюсь, эти знания когда-нибудь вам пригодятся. Становитесь богаче на знания. Сокровища, которые... Ребята, понравилась вам лекция Александра. Давайте поаплодируем ему. Раз, раз, раз. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok